Аэропорт Хельсинки-Ванта является одним из крупнейших в Европе и главными воздушными воротами Финляндии. Он связывает страны Европы и Азии, пропускает через себя почти все международные рейсы страны и ежегодно обслуживает свыше 30 авиакомпаний. Хельсинки-Ванта обеспечивает наиболее короткий маршрут и быстрый транзит, там отсутствуют очереди. Аэрохаб предлагает комфортные условия отдыха в залах ожидания. Выходы на посадку из одного терминала. Хельсинки-Ванта находится в 19 километрах к северу от столицы Финляндии, Хельсинки. Его строительство приурочено к 15-летним Олимпийским играм 1952 года. По объемам авиаперевозок аэропорт Ванта относится к первому классу. Его ежегодная пропускная способность аэровокзала составляет до 8000 тысяч пассажиров. Здесь устроено три взлетно-посадочных полосы, принимает практически все современные виды воздушного транспорта. Здание аэропорта делится на два терминала, Т1 – внутренний, предназначенный для перелетов по Европе, Т2 – международный, для перелетов в остальных направлениях. Обратите внимание, в Т2 можно получить консультацию по любому международному направлению, которое входит в зону обслуживания аэропорта. В Ванта базируются национальные финские авиалинии «Финейр». Этот перевозчик шестой по счету в рейтинге старейших авиакомпаний мира. «Финейр» занимает шестое место среди самых безопасных авиаперевозчиков в мире. Доехать из города Хельсинки до аэропорта можно разными видами транспорта, на поездах. Путь займет полчаса. Стоимость 5 евро звездочка. На автобусе. Длительность поездки составит 30-40 минут. Стоимость проезда 3 евро звездочка. Трансфер. Самый комфортный и дорогой вид транспорта. Стоимость услуги 30-50 евро звездочка. Доехать до аэропорта можно не менее чем за полчаса. К территории аэропорта Хельсинки в Анта примыкают бизнес-парк, авиаполис, отели, музей финской авиации. На сайте аэропорта представлена схема территории объекта с терминалами, парковочными площадками, остановками и залами ожидания. Данная информация доступна по адресу. Аэропорт Хельсинки в Анта не только очень комфортный в плане обслуживания пассажиров, но и является одним из самых компактных и эргономичных в Европе. Все отделения аэропорта расположены очень близко и находятся в одном помещении. Что предлагает Ванта своим клиентам? Рассмотрим список услуг аэропорта, магазины дати-фри с товарами из стран Северной Европы, пункты общественного питания, залы отдыха и развлечений, конференц-залы, тележки для багажа, салоны красоты, бассейны-сауна, музей финской авиации, игровые зоны для детей, медпункт, пространство Кайнуу, для релаксации, банки, банкоматы, обменники, отделения для VIP-персон. Как добраться в аэропорт Хельсинки из города на автобусе? Что касается Wi-Fi, то он имеется по всей площади аэропорта и доступен пассажирам абсолютно бесплатно. Обратите внимание, в аэропорту есть пункты беспроводной зарядки мобильных устройств. Скандик Гитвей на территории Ванта располагаются гостиницы, четырехзвездочный отель, Хилтон. Находится поблизости от Т-2 и оснащен экраном с табло вылета самолетов. Стоимость проживания от 8000 рублей, суд звездочка. Скандик Гитвей находится внутри международного терминала. Отель оснащен системой шумопоглощения. Стоимость от 10 000 рублей, сутки звездочка. Гло-отель тоже располагается в районе Т-2. Цена проживания в сутки от 12 000 рублей, звездочка. Круиз Хельсинки-Стокгольм-Хельсинки пограничный контроль в аэропорту соответствует нормам Шенгенского договора о границах. Это подразделение также является международной службой, занимающейся решением вопросов, связанных с иностранцами. Памятка туриста, которому предстоит пройти паспортный контроль, включает в себя следующие пункты. Пройти по специальным указателям на линию пограничного контроля для подданных всех государств. Встать в очередь и снять все обложки с заграничного паспорта. Отвечать на вопросы контроллера, особенно о цели визита в страну. При необходимости предоставить подтверждение наличия денежных средств, достаточных для пребывания в Финляндии. Пограничный контроль может показаться очень тщательным и детальным, однако он действует для граждан всех стран, независимо от степени их развития и международной обстановки. Таким образом соблюдается принцип равенства между представителями разных стран мира. Жители Санкт-Петербурга отмечают, что для них дешево и надежно летать за границу именно из финского аэропорта Хельсинки. Он находится почти в 400 километрах от нашей северной столицы. Существует несколько популярных вариантов того, как добраться до пункта назначения. К ним можно отнести ЖД-транспорт, автобус и такси-трансфер. Ниже рассмотрим подробно эти способы преодоления маршрута Санкт-Петербург-Ванта-аэропорт. Поезд. Доехать до города Хельсинки, где базируется аэропорт, можно легко и быстро на скоростных поездах, Аллегра, Финляндский вокзал и Лев-Толстой-Ладожский вокзал. Они прибывают на центральный вокзал финской столицы. Оттуда можно пересесть на электричку, которая следует до аэропорта. Чтобы сэкономить на поездке по вышеназванному маршруту, билеты стоит бронировать заранее, например, за месяц. Стоимость проезда на поезде, Аллегра, варьирует в зависимости от сезона, а также от расположения пассажира. Поскольку билеты приобретают на территории России, все расчеты проводятся в российских рублях. Для пассажиров с детьми действует скидка до 30% за проезд. Для детей в возрасте до 6 лет действует льгота в виде бесплатного билета. Взрослые пассажиры тоже могут рассчитывать на скидку в 20% если они путешествуют группами от 6 человек. В данный момент можно забронировать билет до 27 октября 2018 года. Продажа билетов на «Аллегра» производится в специальных кассах, обслуживающих международные поезда. По состоянию на 2018 год действуют следующие цены, в среднем «Аллегра» от 2100 рублей звездочка, «Лев Толстой» от 4500 рублей звездочка. В общей сложности, путь до Хельсинки займет от 5 до 7 часов. Далее, чтобы попасть в аэропорт посредством ЖД-транспорта, необходимо пересесть на электричку «Рингре-лайн» платформа 4. Станция, на которой нужно сойти, называется «Лентозма». Время курсирования электричек – с 4 часов до 0 часов Че, выходные – с 5 часов Че. Обратите внимание, билет на поезд включает в себя и проезд на электричке до аэропорта Вантаа, поэтому его не нужно приобретать отдельно. Автобусы и маршрутки. Чтобы доехать до аэропорта Вантаа можно сесть на рейсовый автобус. Для этого необходимо добраться до автовокзала, где продают билеты на автобусы, останавливаются в аэропорту. Кроме того, есть автобусы из СПБ, для которых аэропорт Хельсинки является конечной остановкой. Транспорт отправляется от станции «Купчино», «Озерки» и так далее. Стоимость проезда составляет в среднем 1200 рублей звездочка, но может варьироваться в незначительных диапазонах от 1000 до 1400 рублей звездочка. Если озадачиться покупкой билета заранее, то можно приобрести его за 700-800 рублей звездочка, поскольку цены меняются в зависимости от ряда факторов. Стоит помнить о том, что автобус «маршрутка» проходит пограничный контроль без очереди. Однако если у кого-то возникают проблемы на границе, то такого пассажира никто не будет ждать, поскольку у рейсовых автобусов действует строгое расписание. На длительность поездки влияют загруженность дорог и линии КПП. Чаще всего полный путь занимает около 7-8 часов, с пробками до 10 частей час пик на границе приходится в период с 6 часов до 15 часов части. Если пассажир приехал на станцию Тикурила-Наш-Де, то оттуда можно отправиться прямиком в аэропорт на прямом автобусе Тикурила-Ванта, платформа 1. Интервал между поездками – 10-30 минут. Стоимость – взрослые – 3 евро звездочка. Дети – 1 евро и 50 центов звездочка. Ночью – для всех возрастных категорий – 5 евро звездочка. Какие автобусы ходят до Ванта? Существует несколько рейсов с постоянным маршрутом. Автобус номер 615, идет от главного ЖД вокзала Хельсинки. Автобус номер 61 от станции Тикурила. Автобус номер 415 – бесплатные автобусы от компании Финейр, при условии пользования услугами данного авиаперевозчика. На автомобиле до Ванта ведет отдельная дорожная магистраль Е18. Чтобы подъехать к зоне парковки, нужно ориентироваться по специальным знакам, которые ведут к стоянке. О парковочном месте необходимо позаботиться заранее. Его можно забронировать на сайте. Стоимость парковки варьируется в пределах от 10 до 35 евро, сутки звездочка. Стоимость услуги зависит от удаленности автостоянки от аэропорта. На территории Хельсинки-Ванта располагаются несколько парковок. Самая дешевая стоянка Н4 находится на большом расстоянии от аэропорта. Площадка Н является самым оптимальным вариантом. Она крытая и соединенная с одним специальным переходом. Стоимость недельной аренды места равна 60 евро звездочка. Трансфер. Такси или трансфер – самый дорогой, но комфортный вид транспорта, на котором можно доехать до аэропорта Хельсинки. Стоимость дороги составляет примерно 30-50 евро звездочка в зависимости от расстояния. На сайте финской авиационной службы можно ознакомиться с компаниями, которые занимаются трансфером пассажиров. Столь высокая стоимость услуг индивидуального трансфера обусловлена рядом удобств, на которые могут рассчитывать пассажиры такси, отправление транспорта осуществляется непосредственно из дома клиента. Не нужно подстраиваться под график общественного транспорта и ехать на вокзал, автобусную остановку, рейсы выполняются ежедневно в любое время суток, доставка к аэровокзалу всегда своевременная, без задержек и опозданий, так как чаще всего трансферы проходят через границу без проведения таможенного контроля, комфортные условия поездки, в трансферных такси есть кондиционеры, система отопления, туалеты и т.д. Такой микроавтобус полностью адаптирован под потребности клиентов, наличие детских мест с бустерами. Чтобы выбрать трансфер в аэропорт Хельсинки из СПБ следует соблюсти следующие рекомендации, зайти на сайт Ванта и посмотреть время отправления самолета. Отсчитать дополнительно 2-3 часа на резерв, чтобы спокойно пройти процедуру паспортного контроля. Зайти на сайт компании, оказывающей услуги трансфера и выбрать рейс, который наиболее близок к подходящему времени. Важно, следует бронировать места заранее, так как подобные услуги пользуются широким спросом у пассажиров. Российских путешественников беспокоит вопрос о том, как добраться обратно из главного аэропорта Ванта до Санкт-Петербурга. Существует несколько способов и маршрутов. Ниже будут рассмотрен каждый вариант по отдельности поезд. На станции Хельсинки нужно пересесть на поезд перевозчика Финиш Рилуэйс. Билеты можно купить примерно за 30-40 евро звездочка. Время поездки 3 часа 27 минут. Интервал между рейсами 4 часа. Конечная станция Пиетари, Финолженски. Помимо этого, от станции Хельсинки ходит поезд номер 31. Время в дороге 6 часов 39 минут. Периодичность 1 раз в день. Конечная станция Пиетари, Ладосски. Автобус. Номера маршрутов 102 402, 102 404 и 102 302. Стоимость проезда 15-20 евро звездочка. Длительность поездки составляет 7 часов 10 минут. Компания, оказывающая услуги по перевозке пассажиров Ecolines, сайт Ecolines.net. Автомобиль. Длительность поездки составит 4 часа 48 минут. Для этого понадобится 30 литров бензина. В общей сложности путешествие обойдется в 40-60 евро звездочка. Самолет. Перелет осуществляется непосредственно из Хельсинки в Анта. Стоимость билета 65-240 евро звездочка в зависимости от класса обслуживания. Время перелета на самолетах составляет около 1 часа. Чтобы добраться из петербургского аэропорта Пулково нужно пересесть на автобус номер 39, который ходит до станции Московская. Там нужно пересесть на линию 2. Конечный пункт прибытия – Невский проспект. В Финляндии, как и любой стране ЕС, действует шенгенская виза, без которой в страну не пустят. Однако, Финляндия очень радушна к россиянам, поэтому получить разрешение не составит труда, виза выдается быстро и на длительное время. Подать заявление в СПБ можно в ТЦ «Олимпик Плаза». Стоимость услуги – 35 евро звездочка, сервисный сбор составляет 1500 рублей звездочка. Вылеты из Вантаа выгодны для того, чтобы посетить другие европейские страны, где также потребуется шенгенская виза. По этой причине многие русские туристы начинают путешествие в Европу именно с Хельсинки Вантаа. Звездочка.